Поддельную банкноту номиналом 100 долларов США юноша принес в обменный пункт. Опытный сотрудник банка быстро заподозрил неладное и вызвал правоохранителей. И не зря. Купюра действительно оказалась фальшивой. Как показывают цифры статистики, именно 100-долларовые банкноты фальшивомонетчики нелегально изготавливают чаще всего. А после разными способами пытаются ввести в оборот. Прибывшим правоохранителем подросток пояснил, что денежный билет он нашел возле мусорных контейнеров, которые были расположены неподалеку от прутого магазина. Он решил их обменять на белорусские рубли. Сорудники милиции изъяли денежный билет и направили в Брестский международный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебно-технической экспертизы документов и реквизитов документов. Согласно выводам проведенной экспертизы, данный денежный билет Федеральной Держанной Системы США номиналом 100 долларов серии 2006 года изготовлен не предприятием, а осуществляющим производство продукции данного вида. В обыденной жизни порой бывает сложно отличить, подлинная ли купюра или все же это обман. Хорошая печать и правильно подобранная бумага могут ввести в заблуждение. Каждая цифра, каждый штрих на букве – все это скажет, настоящая купюра перед вами или нет. В первую очередь судебные эксперты советуют обращать внимание на водяные знаки, надписи, качество бумаги, купюр, соответствие представленных рисунков и портретов. В подразделении Брестского межрайонного отдела с начала года было проведено порядка 80 технических экспертиз документов, из которых более чем по 30 фактам проводились экспертизы по поддельным денежным билетам. С того, что было 8 лет назад и сейчас, качество значительно увеличилось. Ну понятно, технологии не стоят на месте, плюс те, кто этим занимается, они, скажем так, не любители. Поэтому прослеживается тенденция на увеличение качества подделок. Но все же главный совет – менять или расплачиваться денежными средствами лучше в официальных учреждениях или еще лучше посредством банковской карты, а следить платежи по которой можно проще и быстрее. Учитывая все вышесказанные, представители межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз призывают граждан быть более внимательными при расчетах, в особенности на рынках и в магазинах. Если полученная денежная купюра, даже белорусская, у вас вызывает сомнения, лучше принести ее на исследование.